Продолжение следует... Лето! Наконец-то! Всем доброе утро и хорошего дня! Значит, друзья, сегодня начинается четвертый день, и мы проснулись с таким ощущением, что просто, ну, действительно, ребята, лето! А не ходи ты туда один! С велосипедом. А, с велосипедом можно. С 203-м. Большого русского человека с большой душой. Случайно, друзья, попали мы, короче, на юбилей в Дурнике Кокорина. Кокорина. Крепин, вон дальше спустит. В общем, короче, на официальное мероприятие попали. Здесь хочется запустить бит. Леха там чихает. Друзья, это пипец. Наконец-то мы приехали в родные сосны, где нету, блин, этой травы этой сраной, слепней. Такая вот хрень на руках. Ноги все искусаны. Это пипец. Еще неизвестно, сколько надо будет ехать. Короче, мы сейчас так превозмогли. Все, надо что-нибудь закинуть в стопку. Это был просто пипец. Никому не пожелаю. Нет, только врагу пожелаю такого. Так, заканчивается наш четвертый день. Вот, хочется показать мейкап Алексея. Всем привет. Для меня сегодня самое испытание, которое, возможно, было вообще в моей жизни. Испытание полем русским. Как было в уральских пельменях. Ешь землю русскую. Русскую. Ну как? Не нравится? Нет. Не любишь ты землю русскую. А вот я русское поле не люблю. Потому что там очень много полевых травм, на которые у меня аллергия. Это меня так накрыло, как еще никогда в жизни не накрывал. До сих пор держит. Короче, Леха чуть нахрен не окочурился. Вот, мы очень-очень долго искали место новое для ночлега. Потому что точка, которая была запланирована, нам не подошла. Ой, ладно, что? Надо готовить есть. Седанда может быть разжигать костер. Странный звук на том берегу, очень похожий на медведя. Егай! Егай! Вот кто это? Вроде корова, вроде... Рааа! КОНЕЦ Продолжение следует...